Фехтовальный зал спорткомплекса Старозагора превратился в класс географии. 130 желающих проверить свои знания пришли на самарскую площадку Центрального спортивного клуба армии. Организаторы географического диктанта на такой ажиотаж не рассчитывали. Пришлось срочно искать дополнительные скамейки. Вопрос номер 6. Выберите из списка объект с наибольшей соленостью воды. А. Каспийское море, Б. Карское море, В. Озеро Эльтон, Г. Озеро Ими. Вопросы, конечно, нелегкие, признается дзюдоистка Кристина Румянцева. Она благодаря соревнованиям объездила полмира. Спортивный опыт помог и сегодня. Так, горский народ Кавказа, живущий на юге Дагестана и известный своими танцами, Кристина назвала без раздумий. Там что-то со школы помнишь, что-то сейчас уже там, например, лесгины, там у нас просто в сборной много дегестанцев, поэтому. Покатались и по миру, и по России, но знаете, Россия такая страна большая, что столько лет, сколько мы ездим, мы еще даже всю Россию не объездили, что уж говорить о мире. Здесь географический диктант пишут военнослужащие, спортивные роты, юнормейцы, самарские звезды ЦСКА и их наставники. Как настоящие спортсмены, они и здесь соблюдают принцип честной игры. Никаких телефонов и интернета друг у друга не списывают, хотя и советуются. Я сидел рядом с юнормейцами и с военнослужащими. Ну, у меня очень хорошее впечатление. Ребята обменивались мнениями, спрашивали. Но я думаю, что вот это вот живое общение, вот эти вопросы, они вызвали у них живой интерес к своей стране. Максимальная оценка за диктант – 100 баллов. Итоги будут известны в конце ноября. Валерия Макарова, Максим Гусев, События.